А сейчас физические опыты занимательные. Так, Сергей, я попрошу, нам тоже твоя помощь будет нужна. Поэтому халат, наверное, лучше снять, чтобы не запутаться в нем. Пожалуйста, предоставляем слово Николаю. Здрасте. Вы, наверное, меня знаете. Я Волков Николай, ученик 9 класса. И сегодня я хочу продемонстрировать вам опыт по физике, который называется реактивным движением. Реактивное движение, оно используется в космосе. То есть, когда ракета идет вверх, то есть начинает взлететь, от нее отделяется некоторая ее часть, дающая импульс ракете. Эту теорию придумал Цикловский. И с этой теорией мы можем летать. Я хочу показать вам пример реактивного движения. Так, без воды, она стоит у нас прямо с водой. Так, подожди, что мы взяли? Мы взяли воронку, резиную трубку и стеклянную трубку. Стеклянную, изогнутую трубочку. Так, сначала, заметьте, пожалуйста, как сейчас висит эта трубочка, да? При наливании воды у нас трубка будет отклоняться. Вода у нас сейчас выливается в одну сторону, трубочка отклоняется в другую. То есть, вода дает импульс нашему трубке. И из-за этого она отполняется. Вот шарик обычный. И взяли еще коктейльную трубочку изогнутую. При надавании шарика воздух будет испускаться из нее. И давайте импульс нашему шарику хотите. Так, в миске вода. Еще раз повторим. Еще раз повторим. Вода налит туда, для того, чтобы было мало трения. Он легче крутился. Так, а вы пока он надувает, скажите, какая часть от шарика отделяется? Трубка. Нет, трубка на месте. А что из шарика выходит? Воздух. Воздух в одну сторону шарик. Кислород. Все, все. Давай, смотри. Шарик в большом бомбе. Вечный двигатель. Вечный двигатель, да. Вечный двигатель, да. Это двигатель с жигулей. Как видите, они вечные. Сейчас мы продемонстрируем вам реактивную вертюжку. При наливании воды в этот аппарат, можно так сказать, вода будет расплескаться по этой, и будет давать импульс и нарушить вертюжку. Так, в этом опыте, что у нас в одну сторону от тела, что в другую? Вода. Вода в одну сторону, а трубочка в другую. А почему крутится, кто может сказать? За счет набора воды. Потому что одна трубка в одну сторону толкает, вторая в другую. Получается вот такое закручивание. Это яйца ракетов. Реактивные яйца. Я хочу вас спросить, кто в прошлом году видел наше шоу? Видел. Я не видел. Я не видел. Так, а можете мне объяснить, почему вот эта вот вся система вот так вот держится на одной спичке? Кто запомнил в том году? На одной иногда еще другой есть тяжесть. Сила опоры. Нет. Сила тяжести. Я забыл. Это называется так называемое устойчивое равновесие. Помните? Мы с вами говорили. Подожди. Яйца обычная вода. Так, короче, яйца пустые, проколотые. Вытащили оттуда, вылили все содержимое. И через шприц наполнили их водой. Сейчас я на персточке кладу ватку, смоченную спиртом. А спирт, если мы зажгем, будет... Огонь! Будет вода. Будет жарко. Так, дай-ка я буду зажигать. Сейчас и яичникам. И вот это, в общем, не кончится. Это хорошо. Так, надо чуть подождать. Значит, вода в яйце нагреется. Так ничего не будет же, там же вода внутри. Так же и шариком. Закипит. Закипит, ну что? Яйца лопнут. Пар куда будет выходить? Дырочку. Дырочку куда? Дырочку. Она же заклеена. Она с одной стороны заклеена, а с другой нет. Не знаю. А он трескается, трескается, вижу. Подойдите, подойдите. А вот смотрите, да, лучше... А вот смотрите. Сейчас надо подождать. Нам надо, чтобы вода закипела. Это яичное. Берите микрофон. Микрофон. Так, вот с этого уже пар пошел, вижу. Саша, хочешь местами поменяться? Махнуться. Помахнуться больше. Ну еще не кипит, как следует вода. Ну и перевернуться и упадут. Ух ты. Кто-то сказал, что не будет. Второе нет. Ха-ха. Все входит. Хорошо. Ну, по крайней мере. Вот мы видели реактивное движение. Пар в одну сторону, а яйцо... Нет. Вода с паром в одну сторону, а яйцо в другую. Вот в этом почему-то она... Или мало... Сломайте. Она ведь, насколько это уже здесь пар выкипел, легче стало. Видите, она выше. Кока-Кола, чтобы будет интересно. Правильно. Нет, нет, она хорошо просто... Давайте стукните его чуть-чуть. Наверное, получилось так, что... А, там вон дырка чем-то закрылась. Стукните ее, стукните. А одного не хватает, одного сил, чтобы... Что-то белым что-то закрыли. Да, да, да. Что-то, видно, плохо промыли внутри. И вот эта пленочка, видно, она закипание, без закипания воды закрыла отверстие. Ну, кто знает это? А, а! По крайней мере, мы с вами... Мы с вами посмотрели. Она начала вращаться. Реактивное движение мы с вами... Я очень надеюсь, что вам опыты понравились. Интерес к физике и химии у вас зародился. И когда вы дорастете до среднего класса, вы будете с удовольствием эти предметы проходить. Возможно, кто-то через несколько лет вместо ребят тоже будут показывать наше научное шоу. Все. Спасибо за внимание. Если у кого-то вопросы есть, можете подойти к ребятам и спросить. Вот интересное Georgie. У меня есть телевизор! 's